Шедевры древнерусской иконописи выставлены на всеобщее обозрение в итальянском городе Бари. Экспозиция разместилась внутри старинного замка в рамках международного фестиваля «Русские сезоны». На открытии побывал Ася Емельянова. Искусство сегодня самый успешный дипломат. И дипломаты знают. Бывший посол Италии в России и действующий посол России в Ватикане Антонио Дзанар-Диланди и Александр Авдеев перерезают третью ленточку за год. Выставка «Русская икона. Милосердие и молитва» из коллекции музея Рублева и музея русской иконы после Рима и Пальмановы приехала в Бари. И до конца июня сюда, в Свевский замок, постоять перед русской иконой будут очереди. Мощи святого Николая были в Москве и в Санкт-Петербурге. А сейчас лучшие русские иконы 17-16 века приехали сюда, к святому Николаю. Причем контекст интересный. Десять дней назад был телефонный разговор патриарха Кирилла с папой Франциском. Первый телефонный разговор за всю историю наших отношений. А сейчас первая выставка икон русских в баре. Никогда ее не было. Не мы созерцаем иконы, а иконы зрят на нас. Итальянцы считают, что именно русским богословам принадлежит самая точная формулировка. Это первый раз, когда святой Николай, архиепископ Мир Ликийских 14 века, смотрит на жителей Бари. Правая рука поднята, благословляя в левой Евангелии. Русский зритель к такому письму, к такой трактовке, без раскинутых рук, почти не привык. Это византийская школа, знакомая, кстати, больше итальянцам. Потому, прежде всего, для них эта встреча чудо и подарок. Этот образ впервые вывезли из России, с тех пор, как нашли. В 1967-м, в крохотной часовне на берегу северной речки Онега, в деревне Кялеванга. Сохранность необыкновенная. Иконе даже не понадобилась реставрация. Что бы ни происходило нашим народам, нашим культурам всегда было проще понять друг друга, потому что Россия и Италия очень похожи, и их связывают долгие годы дружбы. Выставка, устроенная именно в городе Бари, это яркое проявление желания возобновить диалог с миром великой русской культуры. В Италию привезли памятники 17-18 веков. Итальянский зритель увидит икону эпохи интенсивного культурного сближения России с Европой. Процесс был запущен Петром I в 1697-м. К Папе Римскому был отправлен боярин Шереметьев, годом позже стольник Петр Толстой, оставивший подробное описание города Бари и необыкновенной базилики, которая сегодня для русских паломников главная точка в итальянском путешествии. Третья, но, пожалуй, самая долгожданная выставка. После Рима и Пальмановой русские иконы в Бари, городе, где хранятся мощи святителя Николая, святого, одинаково почитаемого и католиками, и православными. Ася Емельянова, Иван Малышев, Вести, Бари.